всем привет с вами роман продолжаем прохождение второй виктории в прошлой серии повстанцев разгоняли мне предложили вот японию запрещено видите в чем дело она уже объединилась и у них 35 бригад если скорее всего они пока научно от нас отстают ну вот если мы допустим сблотируем фроту вот здесь высадимся тут а потом их будем по чуть-чуть вот сюда запускать и разбивать в принципе может пойти у нас инфраструктура плохая пока у нас до сюда армии дача будет попробовать то можно почему бы и нет союзников них нету союз они не заключат то что у нас есть некоторых провинции так еще хотел швейцарию пойти потом подумал в горы в эти действия фига нам это надо у них там по моему шелк есть дерево уголь железо хлопок вот он шелк здесь на каком месте они находятся вот шелк они на втором месте то есть в принципе закрыть что можно попробовать почему бы и нет но и тут у нас 38 и нет снабжения тоже 38 37 25 и 39 и нам нужен будет флот а вот этих я помню тут лучше туда заберу обратно флот начнем строить уже сейчас создать так пароходы чем же стройки сможет транспортные пароходы мы сможем строить то есть мы по флоту конечно чуть остались но и они тоже далеко не ушли поэтому так закрыть морскую базу сейчас где можно построить вот здесь расширить морскую базу и инфраструктура инфраструктура это обязательно крепости по берегу так потому что если чё сюда армия пока дачапает интересно мы сможем отсюда перейти перейти вот в эту провинцию по идее это наверно должно получится и вот тут вот крепости пускай она всё пока строится армии пока до туда дойдут до китая банкротился и не хочу я лезть и туда честно говоря так ну идите давайте но у нас вот не подремонтировали даже чуть чуть ну ничего сейчас доберется до ближайшей верфи там подремонтируем это что у нас Женевская конвенция нафиг её газеты войны держава борода империи магов всё пускай сюда идут ладно пока это всё дело дойдёт у нас тут вон протекторат можем установить уже каракандия то есть у нас тут небольшой кусочек остался на юге производство а ну флот надо будет повысить содержание поэтому-то так фабрики стали деньги переносить наконец так сказать детейные вроде всего им хватает ну-ка-ну-ка-ну-ка аккуратненько что-то у них походу с углём переборим египет египет можно начать строить советский канал превосходно превосходно железные пароходы проходы железные или лучше армию пока организацию армии повысим она будет побыстрее получить сферу да нет мы можем построить советский канал да да окей ну строительство займёт примерно 10 лет ну правильно пока прокопают в предыдущих версиях игры по-моему сразу провинция нам передавалась тут появлялся канал звёздок нам только напряжённости не хватает когда у нас вся армия туда ушла не вся что-то мне это напоминает точно после такой же войны развал империи начался вот сюда идите денежка не забываем следить что у нас с кораблями тут вот надо вот так повысить чтобы у нас быстрее строительство началось первый готов вернее надо готовиться заранее нам понадобится хороший флот по крайней мере побольше чем у них ну ладно там пока без нас обойдутся значит островенко опасается нашей мощи ага а не наоборот а потому что как то у них то армия помощнее а ну мы на четвёртом месте по военной мощи так ну-ка достой так лидеры за счёт лидеров только ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху parag инжиниров а ну ка нажимай зараза олендбургский пуховый платок Power Западная Сибирь, заводы, кубы, конвой, консервы, машиностроительный завод, да, машиностроительный завод заложим в Твери, потому что машины нужны, вот, пшемысли, вот, чего нам только и не хватало, международная апатия, это хорошо, никому пшемышля нафиг не нужен, после предыдущего польского восстания, Бразилия, Пару, Белийская конфедерация, Кецксамбль, короче, мелочёвка какая-то там воюет, следим за тем, что у них происходит, не забываем, Посмотреть, смогут они сюда перейти или нет, конфедерация ара, нафиг эту конфедерацию, она нам не сдалась, военные планы, Так, восстание, реакционеры в Одессе восстали, тут у нас войска уже где-то собираются, то, что всё нормально скоро, и ситы, оконт, это даёт нам общие рынки, сфера, выгодные у нас сделки для наших фабрик, куда-нибудь товары свои предоставлять, 9000 должно хватить, тем более гвардия против регуляторов, Франция, вот видите, они только появились, уже на седьмое место вырвались, так, номер командир, крупное открытие, так, организация армии у нас увеличилась, это хорошо, фрегаты продолжаем строить, а тут почему-то на строительство так не началось, а нет, это здесь, здесь всё идёт полным ходом, так, войска пока отведём вот сюда, нам сейчас надо, давайте-ка неорганическую химию, уже принять снабжение ещё повысить, потому что, там будут враждебные территории, и нам будет очень много, людей просто так будет теряться, нам нужно быть готовым к этому, создадим код, квиперы, 5 штук у нас уже есть, для перевозки этой армии нам, ещё, наверное, давайте теперь пяток ещё постройте, и тут пяток, теперь всё это соберём здесь, замечательно, готовимся к войне, заодно очки бесчестия пока спадут, кстати, у нас когда там выборы, а то, что у нас партизан как-то, русские реакционеры, образуются, провести выборы, чтобы провести новую правящую партию, давайте досрочные выборы проведём, чтобы у нас снизить чуть-чуть, агрессивность после выборов, который пройдёт, так, всё, собрались, организовались, выбить их нафиг, вот так вот, заодно, когда выборы закончатся, мы уже, наверное, к войне должны быть готовы, ну, по идее-то, доверие правительству, входом предвыборной кампании, а, наверное, в ходе предвыборной кампании, тут написано входом, сторонники нынешнего режима объединились, они утверждают, что стабильность, это то, что требуется для решения текущих проблем нашей страны, и активно пытаются переключать оппозицию, то идёт ли это нашу партию к победе, неизвестно, агрессивность у нас спадёт, напряжённая борьба, агрессивность у нас чуть-чуть уменьшилась, по идее, и по-перше. Так... ...там-та-там-та-там-та-там... Всё, с павстанцами разобрались... Так... И что у вас всех? О, Италия нам предложила союз. Пускай, но в войну мы в их не влезем. У нас почему-то союзы сбрасываются иногда. Сами по себе причем. Вот кто еще знает, что такое сикуляция? Может объяснить или нет? Что-то в интернете я по-моему по этому поводу ни хрена не нашел. Знать бы еще что такое. А то на что-то отвечаешь на какие-то вопросы, ни хрена не понимаешь. На что транспортные пароходы, рыба, выпуск продукции. Это хорошо. Больше еды для народа. Я чуть времени пропустил. Так, ну все быстрее построились корабли. Ну-ка, идите сюда. Так, надо разведку у них провести. Посмотреть, что у них там творится вообще. Какие точно же корабли мы не знаем. Кризис проведен. Упрощен. Так. Ох ты. Они тоже строятся. Поэтому я и хочу блокировать этот остров. Так. А мы... Если только вот... Это у нас клиперы, наверное, да? Так выглядят. Хотя хрена узнает. Что они армии везде строят. Ну, по-любому, их армия еще достаточно отставшая. Поэтому у нас сейчас основная проблема... Флот. Сегодня бедуины подняли восстание среди наших рабочих. И строительство советского канала было приостановлено до особого распоряжения. Мы подозреваем, что за этим стоят британцы. Так как они были против нашего проекта с самого начала. Они обвиняли нас в использовании рабского труда. Конечно же, истинной причиной не являлось то, что канал предоставляет угрозу стратегическим интересам Великобритании. У нас нет другого выбора, кроме как отменить неоплаченный труд, чтобы продолжить реализацию проекта. К сожалению, это обойдется нам очень дорого. Как в плане денег, так и в плане потраченного пустого времени. Вороне живо стали реакционисты. Это бы энергию, да, в мирное русло. Пошли бы, что же добровольцы, Минсуэцкий канал работает. Угу. Все равно. Пока еще хвост сильно слабый. Слабоватый у нас хвост все равно выходит. Точные бы данные по их хвосту узнать. Да у нас, в принципе, флот-то не особо от их не отличается. Ну что же, технологии так-то почти не прокачивали. Морскую базу было учить. Неорганическая химия изучится. И мы можем, наверное, начать войну. Не забываем смотреть про наши заводы. Поддерживаем проекты. И тоже машиностроительный завод решили построить. Денежки, видите, нам приносит. Попробуем еще раз в Калифорнии фабрику открыть. Поддержим ее, шток. Может, все-таки прибыль будет приносить. Видите, вроде нормальную прибыль, кстати, приносит. Мебель, мебель. Видать, мебель пока спросом пользуется. Тут мы ввязались в войну Иберии с Мозамбиком. Опа, у них восстание. Социалистов, революционеров. Вот только нам первой страны победящего социализма не надо, тут в Иберии. А эти из-за чего посапались? Так. Проследение Фоча. Не хочу я туда лезть. Ох, нихрена себе. Нет, по-моему, мобилизацию они не проводили. А нет, вы видите, вот провели. Мобилизированы все резервы. Ну и ладно, пускай там разбираются сами, пока ослабевают друг друга. Мы пока тут будем развиваться. Флот, флот. Станция снабжения. Организация флота. Улучшим. Так. Стоимость фабрик. Давайте-ка мы все флотили объединим. Объединим, сохранимся. Начнем делать повод за войны. Так, у нас все готово. Так, создаем повод для войны. Захват региона. Почти год будет создаваться у нас повод. То есть, мы успеем еще даже... Так. По времени-то у нас... Как посмотреть? У нас не видать, где он по времени будет строиться. А, вот, вот здесь. А я в описании смотрю. Ну, так, мы как раз успеем построить пока еще корабликов. И... Ай, блин. Провода в сети. Так. Народ. Ага. Сейчас повод для войны создаётся потихоньку. А сколько у нас сейчас всего там бригад скоплено? Ну... Значит, это всё. 27, 30, 48, 50, 63. А, 63, так, 90, 93, 102. Ну, короче, около 30 бригад. Что-то, походу, уже сбился. Так, ладно. Повод для войны у нас аккуратненько создаётся. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Милитаризм. Милитаризм. У нас государство... Милитаризм. Короче, вы поняли. У нас военизированное государство получится. Что я выговорить не могу. Милитаристическое. О. А тут у нас вторая европейская война. Полным ходом идёт. Ну и русская идёт. пускай Турция ослабляется еще сильнее потом как-нибудь и к ним в гости заглянем нам же надо вот так-то границы исправлять да и вот здесь вот что у нас 53 бригады что ли? ага то есть мы уже выполнили цель по увеличению количества армий держал опасается нашей мощи а вы покажите где она находится хотя бы держал Бастар там Америка забрала у Мексики то есть у них осталось только наши земли нам надо пока поддерживать с ними хорошие отношения так но договора о ненападении у нас по-моему здесь нету да? нету то есть нам опа Финляндия то есть нам надо дождаться как только у них начнется гражданская война начать поддерживать САШ подождите САШ не САШ а КНФ Конфедерацию конечно поддерживать будем САШ чтобы они САШ разнесли КШ так так разнести может не разнесут а вот ослабить должны прилично Противное фу противный САШ то есть у нас похоже все эти страны в максимуме Румынию может на Румынию блять ФУ Рум ПРУ тут ЛУ Бразилия так смотрите они по-моему хорошо так объявились вот тут откусили кусок Ммм 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 Западные Миссионеры то есть у них еще вестернизация не прошла. А вот насчет их я даже не знаю. Ворота в новые земли. Какое-то новое событие. Я когда последний раз за них играл на старой версии. Такого не помню. На кого бы нам повлиять-то пока. На Египет влияем. Сфера. Тут у нас еще здесь не везде накопились. Пускай пока копятся. Франция противная. По поводу войны у нас притормозился чуть-чуть. Нехорошо. И кораблики. Сюда. Оставим туда адмирала получше. Морская база. Создадим пару парусных линдкоров. Тут у нас тоже все это дело строится. Что у нас тут морских баз нигде нет? А, она расширяет стоп. Ну ладно. О, фрегат. Фрегат точно. Что там фрегаты строил? Ну, пущай. Народ готовый. Давайте. Зря, что я у нас в содержании деньги трачу. Официарнализм на флоте. А что она нам еще даст? То есть дает военные академии, военно-морские учения, и социальный статус. Еще плюс 3% организации все вместе. Та-дам-та-там-та-там-та-там. 15 единиц может взять. У нас чуть-чуть еще осталось. Еще чуть-чуть притормозилось. Все, следующая будет в следующей серии. Всем пока. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Удачи и здоровья, господа.